Не то чтобы нивелируя все то важное, что вам удалось узнать, но мне хочется всегда, чтобы, когда я говорю с автором публикации, чтобы люди после нашего разговора, чтобы у них еще был больше аппетит, чтобы они еще потом набросились на публикацию и досмотрели, дочитали. Поэтому полностью не рассказываю. Но хочется вот у вас спросить про моральный облик этих людей, извините за такой советский термин, насколько больше стало понятно, вот кто эти люди, в какой атмосфере их воспитывают и на что их натаскивают, когда отправляют серфить интернет и что-то из него вычищать? Что они должны находить и от чего должны интернет избавлять? Ну, про людей действительно чуть больше стало понятно. Меня, честно говоря, больше всего поражает, что многие из этих людей, которые занимаются действительно цензурой, которые отрезают россиян окулью любой информации, которая противоречит официальному курсу, установленному. Вот, они молодые достаточно. То есть они, ну, как бы, есть люди, например, там, 22-летние, да, есть люди, там, 25-летние, 30-летние. То есть это молодые ребята, которые, как бы, соглашаются этим заниматься. Вот. И некоторые из них действительно идейные. То есть они считают, что они делают правильное дело. Вот. И, в общем-то, ну, а что, а мы, как бы, с вами занимаемся какими-то ужасными вещами. В общем, мы враги народа. Там один из сотрудников так меня и называл. Он мне говорил, Екатерина, какая вы можете быть журналисткой? Вы, наверное, какой-то враг российского государства. Да. Вот. И долго, как бы, выяснял, кто, какое правительство мне платит за то, чем занимаюсь я. Да, Екатерина, скажите, пожалуйста, а как эти молодые люди попадают на такую неблагодарную и весьма, на самом деле, сомнительную службу и начинают следить за остальными людьми в России? Их как-то вербуют. Они сами находят, не знаю, эту работу по объявлению. Как вообще происходит набор в эту организацию? Ну, вот сама эта организация, главный радиочастотный центр ГРЧЦ, считает одним из самых перспективных направлений набора новых сотрудников вербовку в учебных заведениях. Вот. То есть это, они начали это делать еще в конце 21-го года, потому что, значит, столкнулись с острым оттоком квалифицированных кадров. Какая-то такая там была формулировка в служебной записке. И поэтому они решили заходить в вузы, и они там читают, как бы, у них есть курсы там, и студенты проходят практику в ГРЧЦ. Вот в вузы самые крупные, как бы, в МГУ. Это есть в МГУА, в юридической академии, в финансовом университете при правительстве. То есть все топовые вузы, выпускники политологии МГУ, как бы, по итогу занимаются тем, что следят, значит, о чем мы с вами пишем, другие СМИ пишут. Кто в комментариях назвал Путина какашкой, и как бы, вот, вот, и это все отправляют в Генпрокуратуру и в другие ведомства, вышестоящие. Я вижу, что у них, конечно, довольно интересные вступительные испытания. Вижу, что одной из студенток факультета политологии МГУ в качестве, видимо, тестового предложили составить аналитическую справку на главного редактора «Дождя» Тихона Дзитко, где, среди прочего, она указала, что он крещен и является героем известного интернет-мема «Мой Семен». Конечно, это очень, наверное, ценная информация. Скажите, пожалуйста, какие бонусы, какой соцпакет, какие, может быть, не знаю, преференции есть у сотрудников ГРЧЦ, что их держит на работе, иными словами? Ну, соцпакет у них, в принципе, неплохой, как следует из утечки. И, в принципе, стартовая зарплата тоже довольно неплохая. То есть, вот они берут студентов последних курсов на неполную занятость, на половину рабочей недели, и платят за это 50 тысяч рублей. Вот, в целом, это, как бы, очень даже неплохо. Вот, помимо этого, у них есть всякие плюшки в виде страховки, в виде, там, компенсации проезда питания, в виде, значит, выплат по случаю рождения ребенка, там, по случаю заболевания какого-то, там, ну, в общем, такие вещи. В принципе, они довольно стандартные, я так понимаю, для госорганизации, вот эти плюшки, да. Но самое главное, конечно, плюшка, это бронь от мобилизации. И, ну, ее не сразу, как бы, им предоставляли, насколько я поняла. И они прям развернули целую компанию для того, чтобы вот этих цензурных работников на фронт не забирали, чтобы все продолжало хорошо функционировать. Вот, и человеку, который в итоге этой брони добился, ему в итоге дали премию за это, за такой подвиг. Вот вы упомянули то место, где вам человек говорит о том, что вы, наверное, враг государства. Это вообще в видеочасти, в видеочасти, это, наверное, мое любимое место, там, где он так говорит, там еще впечатляющая интонация, где он так, как будто бы, не знаю, с прищером, как будто бы разговаривает. А вот хочется также понять, я знаю, что ФСБшники, когда там нанимаются на работу, им не запрещено вести соцсети, даже если они ведут соцсети, они себя называют там не по фамилии, там, не знаю, Ван Александровича или там Сергей Петрович. Я правильно понимаю, что у них там тоже довольно высокий ГРЧЦ, высокий уровень секретности, и публиковать данные о своей работе им категорически запрещено, они не имеют возможности даже вести соцсети по нормальному своей. Ну, как такового прямого прям запрета жесткого на соцсети там нет, но там говорится о том, что им нельзя публиковать какой-то, значит, провокационный контент, да, и им нельзя высказываться публично о своей работе или публично критиковать Роскомнадзор и ГРЧЦ. Вот, и насколько я поняла, после того, как произошла утечка, с этим все стало гораздо более серьезно, то есть они прям сильно испугались, и они, значит, ну, во-первых, все они закрыли свои соцсети, найти их было довольно непросто, вот, и им даже предлагали поменять паспорта и, значит, договориться с ботами, которые, по которым можно пробить человека, что их личную информацию оттуда скроют, что, в общем-то, ну, как бы действительно произошло. И мы обзвонили десятки человек, которые занимаются вот этим вот, и, ну, поговорить хоть как-то с нами согласились прямо очень немногие. Большинство из них либо говорило, я не понимаю, о чем вы говорите, либо там, ну, сразу как бы бросало трубки. Спасибо большое. И еще бы о многом вас спросили, но реально хочется, чтобы люди побольше посмотрели расследование. Короткий вопрос напоследок вам задам, потому что, ну, очень многие пишут в комментариях его, как зовут вашего котика. Люди спрашивают, не могу отказать, который все это время появлялся. Это грузинская бродяжка, поэтому имя у нее тоже грузинское, зовут Цитца. Все, теперь полностью на все вопросы важные мы ответили в этом эфире. Спасибо большое, Екатерина, да, спасибо, ваша ведущая, спасибо, Екатерина. Спасибо, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжали свою работу, нам нужна ваша поддержка. Оформите спонсорство или нажмите кнопку «Спасибо» под этим видео. Внесите свой важный вклад в борьбу с Путиным. Спасибо. 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 Спасибо.